И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Когда вооруженные силы Украины хоть по одному направлению дойдут до первой линии обороны, неужели сложно минные поля преодолевать? Ну скажу так, что да, это очень сложно преодолевать. Почему? Потому что нет возможности нормально разминировать поле. А дистанционное разминирование не дает 100% гарантии защиты от этих мин. Плюс не забывайте, не сбрасывайте со счетов рашистскую артиллерию. Но на Бердянском и Мелитопольском направлениях мы практически вышли на первую линию обороны. Так что особенно на Бердянском направлении мы фактически уже дошли до первой линии обороны. О чем я сегодня говорил в оперативной обстановке. Ну а по минам, да, я вам скажу, что они даже... Они даже, рашистские войска используют маневр минными полями, используя дистанционное минирование с помощью реактивных систем залпового огня, таких как ураган, смерч, используя систему земледелия дистанционного минирования. Там одна кассета 50 снарядов, 50 мин ставит, если противотанковых, если противопехотных и того больше. Используя машины УМЗ, универсальные машины заграждения еще советских времен тоже. Так что в этом плане крайне тяжело. Ну и не забывайте, они окапывались, 9 месяцев они грыли окопы. 9 месяцев. Поэтому сегодня... А мы идем, кстати, малыми силами. Мы еще даже четверти наших войск, которые мы готовили для контрнаступления, не задействовали в боевых условиях. Мы малыми силами и то практически вот как минимум в двух местах мы преодолели полосу обеспечения. Вот это все, что до первой линии называется полоса обеспечения. Так что мы движемся и фактически выходим на линию, первую линию обороны. Як будувати виробництво, коли нас бомблять? Не вже це можливо? Да, конечно, это возможно. В условиях, даже в условиях войны это возможно. Единственные критерии, которые необходим для этого, это надежная система ПВО и ПРО. Но если же наши западные партнеры хотят развивать, ну вот как Rain Metal сказали, что будут... Они, кстати, отказались в Польше строить там завод, точнее центр по техническому обслуживанию и ремонту танков Леопард и другой немецкой техники. Они, скорее всего, я так понимаю, будут его делать в Украине. Не сошлись в цене с Польшей. Ну, у них там ценовая политика, точнее, про деньги между Польшей и Германией, это совсем... Это отдельный разговор, очень большой. У них там постоянно по этому поводу есть какие-то терки. Какие-то противостояния. Поэтому немцы, скорее всего, построят. Но для этого нужно ПВО. Ну вот, кстати, два насамса дают, почему бы не поставить насамс над объектом, где будут производиться или ремонтироваться танки. Закрыв надежность неба, дальше выставив боевое охранение, пожалуйста, проводите ремонтные восстановительные работы. Плюс гриф секретности, скрытость расположения и условия местности, которые затрудняют подлет ракет и так далее и тому подобное. Вполне возможно. Здравствуйте. А как срабатывает от падения сами субэлементы? Почему они не детонируют при выходе из корпуса снаряда или даже из ствола? Смотрите, при выходе из канала ствола они находятся в инертном состоянии и у них только взводятся взрыватели. На каждом субэлементе есть взрыватели. Они взводятся точно так же, как и за счет инерции разгона снаряда запускается сам головной взрыватель. Потом, когда они находятся в точке открытия снаряда, срабатывает вышибной заряд. Вышибной заряд отделен от субэлементов специальной перегородкой. Кто занимается охотой, он меня сразу же поймет. В охотничьих патронах порох отделяется от пули или от заряда пыжом. Вставляется пыж, а потом насыпается, допустим, тот же самый картечь, снаряжение патрона. И таким образом пороховые газы не прорываются вперед и не поджигают или не вредят начинке самого патрона или самого снаряда. И вот эта перегородка является поршнем, который под действием вышибного заряда, под давлением пороховых газов, он просто выбрасывает их. Выталкивает их из снаряда. И дальше они, вылетев из этого корпуса снаряда, сорвав головную часть, они летят себе в свободном полете. А для того, чтобы сработал взрыватель с субэлементом, на субэлементах имеется, либо если это осколочно-фугасное наполнение кассеты, то там шарики. И у них контактное действие, они ударяясь об какое-то препятствие, они просто взрываются. Такой принцип их срабатывания, такая детонация. А если это кумулятивное, то они имеют все хвостик и, соответственно, взрыватель в передней части. Хвостовая часть стабилизирует субэлемент в полете, а ударившись о бронетехнику или о какое-то препятствие, этот субэлемент взрывается как обычный снаряд, только маленький. И если он попадает в землю или в какое-то препятствие, он взрывается как осколочный снаряд. Он так и называется, кумулятивно-осколочный. Если же он ударяется в бронеобъект или в какой-то автомобиль, в какую-то машину, то он срабатывает как кумулятивный заряд. И кумулятивный эффект с прожиганием до 70 мм брони. Вот так они взрываются. Вы говорите, что мы точно знаем координаты, откуда выпустили шахеды. Так почему по этим координатам нельзя ударить? Сколько людей погибло? Очень разделяю ваше мнение. У меня встречный вопрос. Чем ударить? Чем? У нас, во-первых, даже если нам дадут ракеты с дальностью, там, вот, ну, Скальп, мы предполагали, там, что будет 560, оказывается, она в экспортном варианте 290 км есть ракеты. Та же ракета Скальп. Вот. И Шторм Шэдов до 200 км. Или там 250. Вот. Но мы не бьем по территории врага. К сожалению, по территории Рашистской Федерации мы не наносим огневых ударов. То, что там случается Бавовна, кстати, Бавовна в Краснодарском крае, в том месте, откуда пускают шахеды, она была буквально пару дней назад. Я думаю, что, может быть, она еще будет. Как говорят, какие-то добрые люди пускают вот эту Бавовну на вот эти объекты. И в Курской области тоже там на том аэродроме тоже была Бавовна. Возможно, может она даже повториться. Завтра, послезавтра, не знаю, когда. Нет такой информации. Но, к сожалению, западного образца вооружения наши партнеры настаивают на том, чтобы мы не использовали по территории Рашистской Федерации. Почему? Потому что Рашисты заявили, что любой западный снаряд, прилетевший на территорию РФ, будет считаться прямым нападением этой страны, чей это был снаряд или чья это была ракета. Мы пытаемся там сделать и дроны с дальностью в тысячу километров и даже вот там какие-то, может быть, и делали. Но мы не на сегодняшний день официально ни разу не нанесли удар. Ну, кроме приграничных районов, где мы ведем огонь с артиллерией, подавляя огневые средства противника, ведущие огонь по нашей территории. Это защита, это контрбатарейная борьба. Но вот с дронами там и другими, беспилотниками, допустим, с ракетами понятно, у нас своих нет, импортные нельзя. Партнеры не разрешают, хозяева, собственники ракет не разрешают. Будем так говорить, ни Британия, ни Франция, говорят, нельзя. Их ракеты используют по территории Рашистской Федерации. Ну, а у нас своих средств, я сказал, только дроны, которые мы разрабатываем. Ну, где они, пока мы так и не дождались. Там Укроборонпром кормил-кормил обещаниями перед самым снятием Гусева. И, кстати, и Укроборонпрома уже нету, спросить-то неского. Хотя перед снятием Гусева его помощница даже там селфи делала с нашим главкомом. И назвала эту фотографию, она селфи-лась с главкомом, еще там с некоторыми генералами нашими, высшим военным руководством, да. И назвала эту фотографию «Удачное испытание дрона с дальностью в тысячи километров». Где этот дрон? Мы его так и не нашли на этой фотографии. И в жизни нам никто его не показал. Вот такая вот. Ну, зато она сфотографировала с главкомом. Это очень почетно и очень престижно. Я это прекрасно понимаю. Ну, где дрон? А теперь спросите ни о кое. Укроборонпрома нет.